Сельская ипотека. Как реально решить жилищный вопрос? Круглый стол под таким названием прошел в Твери в среду 31 марта. Встреча была инициирована депутатом Государственной Думы Российской Федерации Светланой Максимовой. В дискуссии приняли участие представители банковской сферы, застройщики и фермеры. Подробности в материале нашей съемочной группы. Валерий Талыкин фермер с многолетним стажем. Более 10 лет назад мужчина решил кардинально изменить свою жизнь. Переехал из Москвы в Пеновский район Тверской области. Приобрел участок и начал заниматься сельским хозяйством. Спустя некоторое время Валерий приобрел местный колхоз и превратил его в семеноводческое хозяйство. Кроме того, фермер выращивает коров и корма для них. Продукция хозяйства поставляется в бюджетные учреждения района. А недавно мужчина задумался о строительстве дома для всей своей семьи. Приобрел землю и вступил в программу сельская ипотека. Она очень нужна, эта программа. Мы ее очень ждали. И это действительно спасибо правительству, государству, что такая возможность появилась. Самое главное, чтобы она была доступна для жителей села. Не для городских жителей, которые решили выбраться в пригород, а именно для сельских жителей. Программа сельская ипотека действует в Тверской области с прошлого года. За этот период Верхней Волжье было выдано около 1 миллиарда рублей. Сейчас Тверская область по объему выданных средств занимает шестое место среди субъектов Центрального федерального округа. 700 заявок у нас было удовлетворено в рамках программы сельской ипотеки. А это значит, что 700 семей получили жилье по тем условиям, которые действительно на сегодня уникальны. Они предпочтительны для людей. И по всем направлениям ипотеки, конечно, это беспрецедентные условия. Условия и правда соблазнительные. В рамках сельской ипотеки можно получить необходимые средства на покупку и строительство жилья под 2,7% или 3%. Для сравнения, стандартная ставка составляет порядка 11,5% годовых. По мнению депутата Государственной Думы Российской Федерации Светланы Максимовой, на сегодняшний день реализация программы на территории региона идет успешно. Однако нужно привлекать больше фермеров к участию в ней и расширять географию муниципалитетов, считает Светлана Максимова. Хотелось бы. Такие районы, как Калининский район, он воспользовался очень много, настроил жилья. Там Старицкий, Бежицкий район, Осташковский район. Но вот мне, как, допустим, депутату, так как я езжу по всем районам и особенно удаленным, мне хотелось бы, чтобы там, чтобы там у нас село остановилось, развал села, чтобы люди оттуда не уезжали. Добавим, что в программе «Сельская ипотека» могут участвовать поселения, численность которых не превышает 30 тысяч человек. Список территорий, которые могут участвовать в программе, размещен на сайте кредитной организации.